МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина принимает участие в форуме «Малая Родина. Сила России», который проходит в Москве на площадке международной выставки «Россия». Это позволяет нам, представителям муниципальной власти, общаться, делиться лучшими практиками, делиться лучшими опытами. Конечно, в Самаре есть что рассказать. Конечно, мы готовы поговорить и о развитии комфортной городской среды, развитии малых территорий, многое-многое другое. Но, безусловно, я приехала сюда и узнать опыт других городов, других муниципальных образований. Сегодня впервые в истории в рамках форума будет вручаться премия муниципальным служащим «Служение». Сегодня все районы города вышли на уборку снега. Осуществляется расчистка улично-дорожной сети и внутридворовых территорий и проездов. Снегоуборочная техника и дворники также очищают входные группы и тротуары. Особое внимание уделяется приведению в порядок территории у соцобъектов, проходов и подъездов к детским садам, школам, больницам. Самарцев предупредили об опасности зимних купаний. Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, это экстремальная нагрузка для организма. Погружение в ледяную воду противопоказано беременным женщинам, детям, пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы, с признаками ОРВИ и другими заболеваниями. В Самарской школе номер 52 проходят уроки безопасности от ГИБДД. В интерактивных занятиях принимают участие ученики начальных классов. Ребята учат знаки, решают задачи с различными дорожными ситуациями, а также смотрят мультфильмы о соблюдении ПДД. В Самарской области сняли временные ограничения движения большегрузных транспортных средств с федеральной сети и автодороги «Самара-Бугу-Руслан», за исключением подъезда к Оренбургу от 93 до 126 километра. Данное ограничение продлевается до 15 часов. За последние 30 дней в Самарском регионе открыли более 31 тысячи вакансий. Активнее всего ищут сотрудников компаний из отраслей, розничная торговля, информационные технологии, финансовый сектор и перевозки логистика склад. Наиболее востребованные сотрудники сейчас, как и в 2023 году, менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы-кассиры, водители и курьеры. С 1 февраля в России проиндексируют более 40 видов выплат по уровню фактической инфляции. Будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячные денежные выплаты ветеранам, ежемесячные страховые выплаты и других мер социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян, которые получают господдержку. Редактор субтитров А.Семкин